Назад в пионерскую молодость. Машиной времени для старооскольских пенсионеров стал культурно-образовательный лагерь «Второе дыхание». Он организован впервые на базе детского оздоровительного лагеря «Космос». Чем занимаются современные пожилые люди в пионер-лагере, узнала наша съемочная группа. Сезон детского отдыха в загородных лагерях завершился, а в «Космосе» и сегодня царят юношеский задор и веселье. Смена самых активных старооскольских пенсионеров не уступает молодежи. «Мы фиалки разные, но каждая прекрасная. Мы не боимся ничего. Один за всех и все за одного». Девизы, речевки, строевые песни. В лагере «Второе дыхание» все как много лет назад. Участники прихватили с собой и пионерские галстуки. Ирина Сердюкова из отряда «Дуванчики» последний раз в загородном лагере была в 1975 году в Старопольском крае. Попав в космос, вернулась на 40 лет назад. «Она зашла, как будто в свой лагерь окунулась. Сразу раз, это горн, сразу раз, в автобус только сели, мы сразу запели песню «Взветьте, с которой сидят». Мы же тогда все были пионеры. «И смените обстановку. У нас же у всех вот дети, внуки». «Я очень много лет работала вожатой, воспитателем. Старший пионер вожатый, поэтому пионерский лагерь при подъезде у меня запело сердце, затрепетала душа. Я вспомнила все свои пионерские годы, пионерские костры». Вспомнить молодость и оздоровиться сюда приехали 25 участников школ деловой активности комплексного центра. «Идея возникла у нас уже давно. Мы давно хотели попробовать перенести пожилых наших активистов в то время, когда они были пионерами, комсомольцами, чтобы они очутились в этой радостной атмосфере. Но мы бы хотели, чтобы как можно больше и как можно больше охватить этим мероприятием наших пожилых, не только активистов, но и попривлекать тех граждан, которые, может быть, редко ходят к нам». Утро в лагере начинается с зарядки. Один отряд делает разминку, другой занимается скандинавской ходьбой. В программе культурно-образовательного лагеря занятия в школе здоровья. Их проводят специалисты Центра медицинской профилактики. Сегодня говорили об артериальном давлении. В планах также семинары на тему государственной поддержки граждан пожилого возраста, социальных услуг и, конечно, мастер-классы по декоративно-прикладным видам творчества. «С особым энтузиазмом отряды готовятся к вечерним мероприятиям. В лагере каждый день открываются новые таланты». «Под крылом самолёта о чём-то поёт, в зелёное море дайди». Единственное, на что сетуют участники лагеря – пять дней для такого отдыха маловато. И уже сейчас говорят, что готовы вернуться сюда снова. «Это наше внутреннее состояние. Поэтому пионерский девиз «Будь готов, всегда готов» – он есть и жив до сих пор. Природа здесь замечательная. Сосны нас вдохновляют».